Могилёвские архитекторы предлагают построить в микрорайоне Солнечный два 25-этажных дома. По их проекту такие дома будут высотными доминантами на фоне существующей 9-ти и 10-ти этажной застройки микрорайона Солнечный, что придаст выразительный и запоминающийся силуэт застройки. Могилёвский горосполком предлагает обсудить проект. Общественное обсуждение будет проводиться вперед с 23 июля по 16 августа. И снова про строительство. Малогабаритные квартиры студии будут строить в Могилёве. Квартиры в 25 квадратных метров. Управление капитальным строительством намерено включить в состав каркасного дома на спутнике 34. К его строительству УКС намерено приступить уже в текущем году. Стоимость квартиры будет довольно бюджетной в районе 10 тысяч долларов США. Лучшую улицу, двор, дом, подворье, подъезд. Теперь ежегодно будут выбирать в Могилёве. Администрации Ленинского района Могилёва совместно с Координационным советом по территориальному общественному самоуправлению уже принимаются заявки на участие в смотре. Заявки принимаются до 1 ноября. К ним прилагаются фото и видеоматериалы, творческие отчеты. С 1 августа в Могилёве начинает работать школьный базар. Место торговых точек прежнее на площадке у торгового центра «Парк-Сити». Около 60 субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей предстают большой выбор школьных и канцелярских товаров. Школа Могилёва в новом учебном году встретит учеников обновленными и яркими. Некоторое и вовсе будет не узнать, как, к примеру, 12-ю. Здесь полным ходом идет реконструкция здания, где размещаются учебные кабинеты. Один из строителей, кстати, бывший же ученик. Могилевчанин Михаил Новожилов отучился на штукатура и попал именно на этот объект, чему очень рад. С хорошей командой, говорит, работа спорится. Да и в своей родной школе как-то дело идет с охотой. Сначала школа мне давала знания, а теперь я дам частичку себя, считай, этой школе. Буду проходить, смотреть на нее, улыбаться и чувствовать, что я ее сделал. Новые окна, новая крыша и новый фасад. На такую большую перестройку городской бюджет выделил 700 тысяч рублей. Сроки строители укладываются. Так что 260 школьников скоро оценят масштаб. А их здесь очень ждут. Без учеников школа существовать не может. Поэтому все делается для того, чтобы двери школы 1 сентября открыты были в чистые, светлые кабинеты и обновленную школу. Этим летом работы кипят во всех школах Могилева. Подкрасить, подклеить, побелить нужно много где. Помимо этого запланирован и ряд весьма дорогостоящих работ. В 10 школах полностью заменят окна, в 7 – кровлю. На все про все уйдет немалая сумма. Горисполкомам на эти цели предусмотрено 2 миллиона 300 тысяч рублей. Это значительная сумма по сравнению с предыдущими годами. Новыми красками заиграла и 18-я Могилевская школа. Вот так уже выглядит фасад. Нарядно и представительно. Облицовка с других сторон еще продолжается. Строению почти 40 лет. Штукатурку, потрескавшийся кирпич, давно растерял. Нужен был капремонт. Поэтому теперь стены укрепляют, облицовывают, готовят к 1 сентября. Приложили руку к общему делу и сами школьники. В течение лета приходят помочь по благоустройству. Наша школа будет очень красивая. Ну, она уже и так приукрасилась. Самая лучшая школа в городе. Ты так считаешь? Я очень люблю свою школу. Она так изменилась, очень красивая стала. Мы и поможем еще. Преображается 18-я школа и внутри. Новые двери, новая мебель. Кабинет за кабинетом, один за одним выстраиваются в очередь по готовности принять школьников. Вот и в 209-м осталось всего лишь прибить новую табличку. Многое удалось сделать за внебюджетные средства. Их в этом году школа заработала 22 тысячи. Большая помощь была и от попечительского комитета. Родители нам помогли очень здорово в подготовке школы. Это и покраска стен в кабинетах, покраска пола, штукатурные работы. Многие родители добровольно вызывали сами помочь в ремонте кабинетов. Отчеты о том, как подготовились к новому учебному году, у школ Могилева потребуют уже к 15 августа. К этому времени все они без исключения должны будут получить паспорта готовности. О том, что отдохнуть по-настоящему можно не только в городе, ребята из передвижного палаточного лагеря «Созвездие» знают не понаслышке. Для этих могилевских мальчишек и девчонок лес, свежий воздух и подвижные игры – хорошая альтернатива двору, социальным сетям и закованным в бетон улицам. Тут все как в обычном летнем лагере, правда, есть и отличия. С речевкой на обед тут не ходят, да и выспаться в свободное время не всегда получается. Дров наколоть, обед приготовить, да еще и на костре. Для могилевчанки Анастасии Лазанюк – педагога дополнительного образования Центра внешкольной работы «Родничок», работа в качестве воспитателя или, говоря старыми терминами, пионер-вожатого, да еще и в палаточном лагере – в новинку. Стационарный там все проще. Ты пришел на одном месте, разбил и стоишь, тебе не нужно ни о чем думать, все под рукой, как говорится. А передвижное – это сегодня здесь, завтра там. И никогда не знаешь, какая погода, и очень сложно предсказать, что будет завтра, потому что есть определенный маршрут. К ежедневным заботам воспитателя в палаточном лагере можно добавить и роль разведчика, и специалиста топографа, ведь именно от твоих знаний и навыков в итоге зависит комфорт ребят. На сегодня у нас план следующий. Наготовить дров, естественно, приготовить обед, мальчики – водички, девочки по сутку. Затем будет у нас спортивное ориентирование, будем бегать. Вот по плану, по карте здесь у нас все обозначено. Посмотрим. Натянуты веревки. Дмитрий Сергеевич нам все организовал, поэтому, думаю, будет весело и интересно. Гигиена не менее важна, и хоть поблизости и имеется река, но в такую погоду особо не покупаешься. И тут в ход идет туристическая смекалка. Ребята предложили соорудить не много, не мало, а настоящую баню. В этом ваш чудил конкретно подробно? Да. Ребят, ну, вкратце расскажите, пожалуйста, о устройстве вашей бани. Как долго делаете, с чего и… Ну, пока что день, в принципе, еще не закончили. А так особо… Ну, камни, дерево. Как она будет работать? Что из себя представляет? Я так понимаю, у вас в центре есть кострище? Решетка будет, будет дрова, камни, все. Поливать водой, и все, пар будет идти по всей нашей бане. Веники уже нарезали? Нет, еще нарезали. Все будем делать. А еще в палаточном лагере нет поблизости ларька с вкусняшками. Но их с легкостью заменяет картошка, запеченная на углях, и хлеб, поджаренный на открытом огне. Для городских ребят, избалованных чипсами и фастфудом, такая романтика вполне приемлема. Нет тут и дискотеки, но Анастасия легко ее организует. Тем более гитара всегда под рукой. Я, солдат, не спал пять лет, и у меня под глазами мешки я сам не видел, но мне так сказали. Как с ребятами находите общий язык? Общий язык? Ну вот, вечерком за гитарой, за костром, вот и весь общий язык. Все общаемся, все дружим, вместе поем песни, жарим сало. Ну, на мой взгляд, на самом деле, очень интересно общаться и работать с детьми, потому что очень много всяких моментов, которые ты потом вспоминаешь и думаешь, блин, как же круто было. Каждые два дня лагерь меняет локацию. Это значит новые места, новая стройка и новые приключения. Ведь если ты хочешь запомнить это лето надолго и найти новых друзей, это лучше делать не дома. По мнению ребят из лагеря «Созвездие», именно за границей персональной зоны комфорта, ночуя в лесу, в палатке и напевая песни под гитару у костра, и кроется рецепт настоящего активного отдыха. Сегодня на Могилевском рынке представлено огромное количество вещей, различных по дизайну, фасону, качеству ткани и, безусловно, по цене. Но вопросом, шить или не шить, задается каждая модница. По-разному. То, что нравится, то и покупаю. А вы покупаете или шьете на заказ? Нет, я покупаю. Ассортимент очень большой, разнообразный. Есть что выбрать. Здесь как бы сразу большой выбор, а так шить, это нужно подобрать ткань, что-то продумать. А здесь уже как бы моделей уже много. Большой выбор, можно сразу как-то выбрать то, что хочешь. Изучаем цены в магазинах. Стоимость обновки, которая особенно летом лишней не бывает, начинается от 40 рублей. Леный хлопок, шелк и бискоза, шифон и атлас. Выбор широкий. Однако не каждый может подобрать одежду по фасону. Вы можете найти что-нибудь себе по фигуре в магазине? С трудом фигура нестандартная. Раньше мы шили, потому что готовой одежды не было вообще. К портнике хорошей было абсолютно не попасть. Да и выбор ткани раньше был небольшой. Не то, что сегодня. Стоимость материала на платье от 10 рублей. Посчитайте еще и фурнитуру. Нитки, пуговицы, ленты. Сейчас можно и выбрать в магазинах очень большой ассортимент. И белорусских товаров, и импортных. И также можно и ткани, очень широкий ассортимент. Можно и заказать, если у кого не идеальная фигура. Ну, выбор большой в магазинах, но по фигуре. Хотелось подобрать более элегантно, чтобы подходило. Шить платье сарфаны из легкого сица. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, это все следует шить. Как нам сообщили в ателье, стоимость индивидуального пошива платья начинается от 50 рублей. Стоимость услуг объясняется тем, что фабричное изделие сшито на стандартную фигуру. И это совсем другая последовательность работы. Что касается лекала, есть определенные конкретные стандартизированные размеры. То есть это и, собственно, лекала тоже по этим смотрится. То есть вещь раскраивается, а потом уже индивидуальная примерка. И уже по человеку смотрите, может какие-то нюансы добавлять. Я очень люблю примерки, потому что здесь можно добавить какой-то декор. Смотришь на этой девушке, прекрасно понимаешь, вот здесь, не знаю, надо добавить обязательно ей проставку из прозрачной сели. На конкретного человека делают индивидуальное лекало, выкраивают все детали точно по долевой. После чего эта вещь вручную собирают на первую примерку, вносят изменения и дополнения. Такой процесс не может стоить дешевле, чем фабричный, потому как добрая половина работы сделана вручную. Однако желающих шить эксклюзив только для себя любимой достаточно. Но нести заказ в ателье торопятся не все могилевчане, экономят. Многие сами себе дизайнеры и портные. Скажите, для чего вы покупаете ткань? Ребенку на шортике для моего. Вы сами шьете одежду? А себе вы шьете что-нибудь? Ну да, порой бывает. Ну, в основном платье или юбки. Для одежды проще купить или шить самой? Ну, если подгонять под себя, то лучше, конечно, самой. А так тяжело порой выбить. С тем, что фигура бывает нестандартной, поспорит стилист и дизайнер одежды. Работа из разряда «Ой, мне пора с картинкой в интернете, хочу такое пошить» – это просто надо идти к портнихе самой. И ее огромное количество женщин это делает, и это прекрасно. Но всегда есть возможность, оттолкнувшись от модели, которая у меня есть, пошить на более сложную фигуру. Ну, это глупость насчет сложных фигур. На самом деле, вещи должны быть для людей, а не люди для вещей. Стоимость дизайнерских вещей, как на предметы искусства, немалая. Цены на легкие, воздушные, длинные, короткие, в горошек, в полосочку или однотонное платье начинаются от 100 рублей. Но, как заверяют дизайнеры одежды, ткани они используют только натуральные. В зависимости от своих потребностей каждый человек выбирает – шить ему вещь или покупать в магазине. Но главное, чтобы костюмчик сидел. Она реально именно один из тех представителей, именно, ну, как бы, как сказать, сверхлюдей. Люда – очень крутой спортсмен. Евгений Короткин рассказывает про Людмилу Чуслову. Имя этой девушки любителям тайского бокса хорошо знакомо. Многократная призерка чемпионатов мира и обладательница множества других наград. Недавно получила еще одну. Лауреатом специальной премии Могилевского горосполкома «Достижения» в номинации «Физическая культура и спорт» стала она – хрупкая 30-летняя девушка. Вообще, просто решила попробовать, проверить себя на прочность, на характер, смогу ли я заниматься вообще таким видом спорта. Я, как бы, мамина дочка, все время, как бы, самая последняя. У меня три брата и сестра, они все время меня защищали, а я все время возле мамы была. Как бы, приехала учиться, решила, что нужно что-то попробовать, вообще, смогу ли я это. То, что Люда может стать одной из сильнейших на планете 11 лет назад, никто не верил. Все ожидали, может, от старшей, она была такая более боевая, от меня вообще никто не ожидал. Зато сразу поверили в «Хантере». Это клуб, в который пришла заниматься Люда. Наш клуб – это не кружок, не секс, это именно клуб, именно клуб «Тайского бокса». Наверное, все клубы «Тайского бокса» в Беларуси, они все заточены на результат. То есть нам интересно выращивать чемпионов мира. Ну, я как бы, ну, это не просто слова, да, то есть, вот там, как в другом виде спорта. Мы мечтаем подготовить чемпионов мира. И вот эта мечта, она может, как бы, оставаться мечтой. Нет, то есть, все, пожалуйста, в зале висят фотографии наших ребят, которые являют чемпионами мира, чемпионами Европы, там, серьезными профессиональными бойцами. То есть, это как бы реальность. Пацаны, девчонки приходят, смотрят. То есть, если смогли эти, почему не сможем мы? Этот вопрос на первом занятии задала себе и Люда. А через год поехала на свой первый чемпионат мира и стала там третий. Дальше – больше. На двукратной чемпионке Европы по «Тайскому боксу». По-моему, два раза выиграла клубок мира по кикбоксингу, пока один. Финалистка чемпионата мира. Люда побеждала каждый год, но в середине спортивной карьеры получила серьезную травму колена и на долгое время выбыла из строя. Так бывает, скажут профессионалы. Люда терпела и ждала. Вернувшись к тренировкам, снова поставила цель. В то время в Минске готовились принимать чемпионат мира. Хотелось именно, когда готовилась на чемпионат мира, стать первой. Может быть, если бы стала первой, немножко потихонечку бы стала, наверное, уже больше на тренерскую, хотя я так тренирую, именно больше на тренерскую работу зациклиться, как бы больше. В финале Могилевчанка проиграла родоначальнице этого вида спорта. И после чемпионата сказала, буду продолжать, просто хочу стать первой на планете. Цель. Ты знаешь, что ты идешь, другого пути как бы нету, сфилонить. Ты знаешь, что если ты начинаешь сфилонить, ты просто двигаешься назад. Сегодня Люда готовится к новому вызову. Совсем скоро она отправится в польский Вроцлав на всемирные игры. Соревнования по тем видам спорта, которые не включены в Олимпиаду. Могилевчанка будет представлять Беларусь в Муай-Тай. Анна Липай, радио и телеведущая телерадиокомпании Могилев. Любимый транспорт – велосипед. Главные плюсы – экологичность и экономичность. Тень проезжает 15 километров. Умножаем на 5 месяцев. Именно столько в среднем длится велосезон. Итого велосчетчик выдает более 2000 километров. И здесь главное – безопасность движения, которой некоторые велолюбители, к сожалению, пренебрегают. Велосипедисты действительно не останавливаются на пешеходных переходах. Это большая проблема, хотя это нарушение правил дорожного движения. Естественно, нужно понимать, что в первую очередь это наше здоровье. И может выскочить из-за угла водителя. Нужно в первую очередь заботиться о себе. И не делать это только потому, что это правила дорожного движения. Естественно, нужно переходить дорогу, держа велосипед рядом с собой. Всегда так делаешь? Да, всегда так. Мне просто-напросто страшно. По нашим личным наблюдениям, более 50% велосипедистов не спешиваются на пешеходном переходе. Это подтверждает и официальная статистика. В текущем году привлечено к ответственности 267 велосипедистов в области около 2000. И самое частое нарушение – это когда велосипедист пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, то есть на велосипеде. И второе основное нарушение – это движение по проезжей части при наличии рядом тротуара. Проезд по пешеходному переходу обойдется могилевчанам от одной до трех базовых величин. Именно такой штраф предусмотрен за нарушение этого пункта ПДД. А вот жизнь и здоровье бесценны. Напоминать простое правило – спешивайтесь перед пешеходным переходом – теперь будут специальные таблички, разработанные радио Могилев 96 и 4 ФМ. Мы обратили внимание на действующее правило, там пункт 151, о том, как должен переходить пешеходный переход велосипедист. То есть спешиться, вести его рядом с собой, то есть на знаке это все нарисовано. Велосипед, человек и непосредственно обращение – спешивайтесь на пешеходных переходах. Это будет не только в центре, у нас будет и возле радиостанции, и будет и в районе Казимировки, и в районе Заднепровья. Мы по максимуму постарались охватить основные перекрестки, где ездят велосипедисты. Сегодня в Могилеве обустроены три велодорожки. Одна из них, самая новая, протянулась от Ледового дворца до площади Орджоникидзе, другая – вдоль улицы Челюскинцев, и, пожалуй, самая зеленая – на Минском шоссе. По ним движение организовано с минимальным количеством остановок, то есть пешеходных переходов, на которых велосипедист обязан остановиться и спешиться. Однако Могилевское велодвижение не ограничивается только этими участками. С каждым годом на два колеса пересаживаются всё больше могилевчан. А соблюдают ли они правила дорожного движения? С этим вопросом мы отправляемся на улицы города. Скажите, соблюдают ли велосипедисты в Могилеве правила дорожного движения? Не все соблюдают, конечно, которые более такие культурные, грамотные, они соблюдают. Ну, а молодёжь, дети, дети много не соблюдают, они не понимают, едут и едут. Всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения? Стараюсь, но не всегда получается. Если свободная дорога, то я могу переехать и... Не спешишь? Да, не спешишь, к сожалению. Теперь после встречи с вами буду менять свое отношение к делу. По нашей общей культуре поведения на дороге. Немножко она страдает и у пешеходов, и у велосипедистов. И даже когда сама пешеход, очень неприятно, когда идешь по центру города, и мимо тебя просто вот так вот проносятся, и прямо волосы в разные стороны. Спешиваться перед пешеходным переходом одно из главных правил велодвижения в целом. И, как показывает практика, жизненно важная. Экономия времени при движении без остановок. Незначительная и стоит ли это риска? Можете ли вы за одну минуту написать на бумаге английский алфавит? Да так, чтобы по порядку. В принципе, не составит большого труда. А 10 алфавитов. И опять же за 60 секунд, и при этом чередовать буквы с цифрами. Неподготовленный человек вряд ли справится. А вот для могилевчанина Сергея Швидко это не составляет никакой проблемы. Сергей – трехкратный абсолютный чемпион мира. Обладатель мирового рекорда и радиотелеграфист большой буквы «Р». Цена радиотелеграфии – одна из дисциплин радиоспорта. У нас все построено на азбуке Морзе. И все зависит от скорости. Стараемся увеличить скорость везде. Прием, передача, практические упражнения. Одно из видов на экране – это прием скоростной. Задача за одну минуту принять как можно больше знаков в минуту. Для детей у нас начальная скорость порядка 30 знаков. Члены же национальной сборной могут принимать 300 и больше знаков. Как и в любом спорте, в скоростной радиотелеграфии нужны определенные задатки. Тонкий слух, хорошая память и подходящее строение руки. Головно-мозг обрабатывает огромное количество информации. Приходится много анализировать, быстро писать. Ну, также высокие результаты показывают и добиваются люди, у которых хорошо развит музыкальный слух, чувство ритма. Вот детки, мы замечаем, детки, которые занимаются в музыкальной школе, и параллельно у нас они на голову сильнее остальных детей. Свою радиоволну Сергей поймал 18 лет назад в далеком 99-м. Случайно увидел объявление о наборе в кружок радиотелеграфистов. Сегодня он настоящая легенда. Самые ценные кубки чемпионатов мира у нас хранятся. В Центральном совете есть музей. За 18 лет четыре раза становился абсолютным чемпионом мира и один мировой рекорд по приему смеси. Касательно в целом национальной команды, с 2003 года национальная команда Республики Беларусь не проигрывает ни одного международного старта. Из восьми мировых рекордов белорусам принадлежат шесть. Мировой рекорд Сергея – 250 знаков смешанного текста. Это когда цифры чередуются с буквами. Кстати, чтобы показать такой результат, кисть должна выбивать 600-700 ударов в минуту. Это сильная нагрузка не только на руку, но и на мозг. Ведь информацию надо не только передать, но и принять. Ну, чтобы вы не думали, что я что-нибудь, можете сверить с текстом. ЕЕЛВХ, XTR, ЛБ, РКЮП, ВА. Между тем, скоростная радиотелеграфия имеет и практическую пользу. Что бы там ни говорили, а радиосвязь является самым надежным видом коммуникации, считает Могилевчанин. К примеру, спутниковую проще вывести из строя, а в некоторых случаях она просто не в состоянии обеспечить нужное покрытие. Не случайно армии Израиля и США, которые считаются одними из сильнейших в мире, с 2005 года возобновили обучение радистов. Сниму две буквы. Где еще? Великий немой – кинематограф конца 19-го, начала 20-го века. Он совершил революцию в мировой культуре и в сознании людей. Почти два столетия назад он стал чудом, которого мир доселе не знал. Сегодня могилевчане могут снова вернуться во вселенную черно-белых фильмов и узнать, как великий немой завоевал планету. В Могилевском музее этнографии открылась выставка чары гупернского синематографа, на которой представлена эволюция мирового кино. А началось все с полутораминутных фильмов братьев Люмьер. Первым в 1895 году их увидел Париж. В Могилевой губернском премьера состоялась спустя 8 лет в драматическом театре. В 1900 году уже впервые начали появляться картины несколько большие по размеру и постепенно доходит до 15-20 минут показа такие картины. А еще позже появляются и фильмы, которые уже сняты по сценарию. Не хроникально документально, а сняты по сценарию. То есть появляются зачатки игрового кино. До 1909-го в Могилеве кинотеатра не было. Фильму крутили заезжие кинопередвижки. Именно в этом году в городе появился первый электротеатр с говорящим названием «Чары». От кинолент зрители того времени действительно ждали чудо. А еще в Могилеве губернском черно-белые аниме-фильмы крутили в «Модерне» и «Фортуне». Сегодня на месте «Чар» стоит кинотеатр «Червоная зорка». Там, где был «Модерн», построили дом Ленина, а на месте «Фортуны» – гостиницу «Днепр». Просмотр фильмов стоил недорого. Он был рассчитан на публику очень разношерстную. И пользовался огромнейшей популярностью. Стояли целые очереди для того, чтобы можно было увидеть, как тогда говорили, в фильмах. И, конечно, образы тех актрис, которые снимались в этих фильмах, они были очень-очень популярны. Звезды немых фильмов «Пола негра» и «Вера холодная» затмевали славу даже известных театральных прим. Фотографии первых киноактрис и киноактеров можно увидеть в экспозиции выставки. А ещё можно почувствовать себя режиссёром анимационной ленты конца XIX – начало XX века. С помощью этого аппарата можно увидеть, как происходит движение на экране. И возник этот аппарат ещё в середине XIX века. Он пользовался огромной популярностью. К нему покупали наборы разных картинок, меняя эти картинки. И такие домашние развлечения устраивали для детей, для гостей, для себя любимых. И вот если зеркало обязательно ставится напротив вот этого круга с прорезями, да, здесь картинка помещается. И если мы вот так вот крутанём и смотрим сюда, то мы видим, что кошечка начинает своё движение. Построен этот аппарат на инерции человеческого зрения. А вот это зоотроп, или ещё его называют кастрюлька. Это скорее развлечение такое для детей. И опять-таки на том же приёме построено, что и предыдущий аппарат. Если мы его так покрутим и будем смотреть сюда вот в эти прорези, то увидим, что эти фигурки как бы танцуют, да, очень популярными тоже были. Ну а у нас сегодня ребятишки могут прийти и попробовать себя тоже в роли вот таких, ну, создателей кинофильма, да. Да, вот есть образцы, есть бумага, есть фломастеры, они тоже могут сесть здесь и нарисовать вот эти вот картинки с тем, чтобы создать свой собственный такой мультипликационный, да, потому что, скорее всего, это мультипликационный фильм на любую тему. Есть на выставке импровизированный кинозал, где можно посмотреть старые чёрно-белые фильмы и на себе ощутить чары губернского синематографа. А теперь о культурных событиях, что пройдут в Могилёве в ближайшие дни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА